Сегодня мы будем кидать, давить, топить, бить, замораживать и стирать. В общем, пятница сегодня что надо. Здарова, камрады, с вами Аргумент 600, и у меня в руках тот самый Doogee S70, тот смартфон, который производитель позиционирует как геймерский защищённый девайс. Про его геймерские возможности мы уже с вами поговорили, а вот защищённость у него действительно неплохая. Мало того, что он защищён по стандарту IP68, он ещё и соответствует стандартам IP69K и военному стандарту MIL. Вот они здесь все написаны, и я напишу конкретно, от чего они помогают, ну, для чего они нужны, от чего они защищают. Что у что, а проверить его на прочность мы с вами можем. Начнём. Итак, начнём мы с самого простого упражнения, обычная трава. В принципе, здесь любой смартфон должен выжать. Так, вот он работает, всё открывается, всё работает, порядок. Ну, как видите, всё в порядке. Естественно, он живой. Естественно, всё меню открывается и закрывается. Итак, а теперь тест у нас пожёстче. Падение на асфальт. Телефон работает, он не коцнутый. Вот. Я надеюсь, что хоть чуть-чуть, но видно. Сначала попробуем на задник. Посмотрим, разобьётся ли вот этот вот модуль. Ну что ж, есть небольшие коцки, но стекло выдерживаю. Экран, естественно, тоже не треснул, ничего, но он не должен был треснуть, здесь всё в порядке. Теперь попробуем на борт его кинуть. Вот, ребром. Ну, дисплей работает. Всё работает. Ну, а теперь, пожалуй, самый сложный тест. Падение на экран. Ещё раз демонстрирую, что всё работает, никаких трещин тут нет. Вот, белый экран. И так всё работает. Ну что ж, пробуем. Ну, как видно, всё в порядке. Однако, чтобы исключить случайность, стоило сделать второй бросок. Так, падение на экран с метра. Ну, никаких здесь страшных звуков на этот раз не было. Всё продолжает работать хорошо. Как видно, он себя, в принципе, неплохо показал. Никаких серьёзных прям коцок я здесь не вижу. Ну, он испачкался, конечно. Вот здесь вот немножечко углы покоцались. Я имею в виду резинка сама, но ни стекло, ни пластик, ничего здесь не отошло. Все винты плотно достаточно закручены, остались. Пока что никаких серьёзных повреждений, во всяком случае, я здесь не вижу. Но испытывать брутальный защищённый смартфон так же, как это делают с вычурным айфоном, слишком просто. Тут требуется другой подход. Ну что ж, давайте представим гипотетическую ситуацию. Вы ехали на своём внедорожнике где-то по нашим любимым хайвеям, вот такого плана. И вдруг застряли. Что делать, если у вас есть штук 50 таких телефонов? Сможно ли из них сделать сэндтраки и выехать? Ну, 50 телефонов у меня нету, но давайте посмотрим, выживет ли хотя бы один. По-моему, учитывая наши дороги, тест совершенно актуальный. Я не уверен, но можно ли считать человека, который сейчас получает удовольствие от просмотра этих кадров, садистом? Или, может, техноманьяком? Впрочем, похоже на то, что из таких смартфонов действительно получится неплохая площадка с замечательным зацепом за счёт рельефной задней крышки. Что можно сказать? Ну, ничего не разбилось. Но другой вопрос. Вот часто ли вы для экономии сами меняете масло в машине? Многие у нас в стране делают это самостоятельно. Тогда возникает вопрос, что если надо чуть-чуть приподнять машину? Сможет ли Дуджи помочь нам в этом случае? Давайте разберёмся. А приподнять машину нужно на асфальте, конечно. Ну, не будем же мы в грязи валяться и ремонтироваться. Учитывая, что это защищённый смартфон, вполне логично предположить, что он сможет нам помочь в этом нелёгком деле. Подождите-ка. Ну, это же смартфон, и по нему надо звонить, а не латать дырки в асфальте. Да не, бред какой-то. Ну, он немножечко загрязнился, конечно. Ну, вроде живой. Отлетела заглушка вот сверху. Ну что ж, как вы могли заметить, он ещё живой. Да живой-то он живой, но он теперь настолько грязный, что в карман страшно положить. Ну, раз уж мы начали автомобильную тематику... Идём, сейчас мы его помоем, по-моему. Мне кажется, что он немножечко грязный. Так, здесь вроде закрыто всё. И здесь... Закрыто. Всё. Чё, прямо так и кехаем, бля? Да-да-да. Отлично, добро. Так, ну, вроде-вроде выжил. Ну вот, совсем другое дело. С такой частотой хоть на свидание к даме сердца намыливайся. Итак, вот наш телефон после того, как мы его уронили на землю, уронили на асфальт пару раз, переехали машиной по грязке и переехали машиной по асфальту. Он всё выжил... А, ну да, мы ещё его помыли. Помыли в мойке. После этого он ещё покоцанный, конечно. Видно то, что он немножечко подбитый, вот особенно на металле в этой части. Я также проверил, протекла ли вода под заглушки, но вроде бы нет. Внутрь вроде бы вода не попала. То есть, первое кольцо прошло, но на втором оно как раз-таки застопорилось. Кнопки тоже все работают, я всё проверил. Он пока что выжил. Попробуем понять, выживет ли он, если вдруг мы все заледенеем, выживет ли этот смартфон. Это очень важный вопрос, который мы должны с вами проверить. Так как он защищён от серьёзных перепадов температур, мы запустим на нём стресс-тест и попробуем его заморозить. То есть, он внутри будет тёплый, а снаружи будет леденище. Я буду использовать классический тест в линпаке. Ну, признаюсь, на машине по нему проезжаться было страшнее. Выдерживать до готовности. Что ж, я сейчас понесу, поставлю его в морозильник, и мы совсем скоро встретимся и посмотрим на результат. Надо сказать, что я очень переоценил обычные бытовые морозильники. И вместо того, чтобы стоять там час-полтора, ему пришлось находиться там 4 с небольшим часа. Естественно, батарейка как бы разрядилась. Здесь к гадалке не ходи, что она разрядится. Я не знаю, какая нужна батарейка, чтобы во льду выполнять задачу 4 часа. Давайте попробуем вытащить отсюда смартфон. Вот здесь ничего вообще не видно. Я сейчас поближе покажу. Сейчас мы попытаемся достать оттуда смартфон и посмотреть, работает он или нет. Потихонечку начинает проглядывать. Смартфон вмерз прямо в дно. Так, пошло дело. Несмотря на довольно жуткую картину, смартфон без последствий пережил пытку холодом. При этом сохранил полную свою работоспособность. Даже батарея ожила и без проблем зарядилась. Ну, как бы да, он показывает 1% заряда. Но, черт подери, он работает пока что. Сейчас я еще достану лоток сим-карты, чтобы убедиться, что на лоток сим-карты не попала вода. Ну, нет, не попала. Чистая качелька громкости работает. Увеличение громкости работает. Блокировка экрана работает. У него уже довольно измученный вид. Но значит ли это, что эти испытания для него закончились? Ну, вообще-то нет. Итак, вот в каком состоянии у нас сейчас находится смартфон. Кнопки все нажимаются. Как видите, экран работает. Он может показаться сейчас очень синим. Но это не потому, что он там каким-то дефектом. Потому что здесь лампочки очень желтые. Вот я беру другой телефон. У него точно такая же синяя картинка получается. Но видите ли, какая проблема? Он уже все равно немножечко грязноват. Он впитал в себе эту грязь всех тех тестов, которые мы с ним провели. Это, конечно же, неприемлемо. И я хочу, чтобы он выглядел как новый. Что нужно обычно сделать со смартфоном, когда он выглядит грязным? Во-первых, надо убедиться, что полностью закрыты заглушки. Это заглушка для лотка SIM-карт. Вот. Ее он прям давливать нужно. Что же делать со смартфоном, когда он уже не выглядит как новый? Я предлагаю его немножечко постирать. Итак, смартфон в стиральной машине. Давайте его закроем. Посмотрим, насколько вот сильно будет там греметь. Итак. Стирать будем на... 60 градусах с отжимом. Отжим, пожалуй, 600 оборотов. Программа B. Ну что ж. Ох, бедный телефон. Не делайте так. Люди, не делайте этого. Ох, звук добротный. Очень добротный. Надеюсь, стиралка выживет. Ну что ж. Закончили мы стирать. Пора смотреть. Ну, я, честно говоря, буду очень удивлен, если он выжил. Плохой звук. Очень плохой звук. Так. Ну, во всяком случае, он в одной части сейчас находится. Что-то он не включается. А, нет, вот. Включился. Какие-то разводы на экране, правда, есть. Ой, боюсь, я внутрь попала все-таки вода. Ему очень неслабо досталось, судя по всему. Ну, пойдемте поближе рассмотрим, что с ним произошло. А случилось следующее. В смартфон действительно попала вода и затопила частичный дисплей. А также перестал работать динамик и фронтальная камера. Но что куда более интересно, что судя по осмотру выходов USB Type-C и лотка для сим-карт, вода попала не через них. Хотя я изначально предполагал, что именно эти элементы станут уязвимым местом. Впрочем, посмотрите на эти вмятины на металле. Есть ли сомнения, через какой ад этот смартфон только что прошел? Я вообще удивлен, что он не раскололся на миллионы частиц, крутясь в барабане. Это полное безумие. Ну что ж, друзья, вот и закончился наш тест. Да, наш подопечный в итоге, конечно же, сдался. Но согласитесь, мы сделали с вами все, что от нас зависит, чтобы его уничтожить. Я надеюсь, что ребята его разберут и посмотрят, в каком месте именно он протек. Кстати говоря, совершенно не исключено то, что он протек именно из-за того, что мы с вами его кидали, ездили, потом направляли на него струю воды и, возможно, где-то эта конструкция потеряла свою целостность и через какой-нибудь шов попала вода. Я пока что не знаю, но надеюсь, что нам результаты сообщат. Все равно, согласитесь, впечатляет то, что он, хоть и частично, но сохранил свою работоспособность. То есть он, в принципе, функционален. Да, там фронталка отвалилась, да, линзы задней камеры пострадали, но теоретически в сложной ситуации, в экстренной, совершить звонок он позволит. Вот что самое интересное. Что ж, друзья, надеюсь, этот выпуск вас неплохо так разлег. Так, во всяком случае, меня он разлег вообще замечательно. А у меня на сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok